Приветствуем, друзья, на библейском портале экзегет. Ответы на ваши вопросы. Кто такой змей-искуситель? Ядовитые змеи или невинные и такие симпатичные ужи, или какие-то питоны, или страшные кобры. Почему змеи именуются искусителями? Это загадка для человечества, но знаем, что, ссылаясь и основываясь на откровении Божьем, на книге Бытия, что змей является образом воздействия на первозданную чету Адама и Еву в раю с тем, чтобы они, нарушив божественную заповедь, не вкушать от запретного древа, лишились бы той вечной жизни, того единства с Богом, который имели от своего сотворения. Змей именуется самым хитрым, змей именуется лукавым и богопротивным, Змей именуется причиной того падения, тяжкого сокрушения и повреждения, которое пришло в человеческий род. Виноваты ли в этом присмыкающиеся? Сказать трудно, поскольку теперь уже в связи с обилием ядовитых змей между родом человеческим и родом этом змеином, как и обещало Слово Божье, положено вражда, ибо змею свойственно жалить человека в пяту, а тому поражать его во главу. Но за этими образами охоты, змея за человеком, а человека за змеем, скрывается, конечно же, библейская правда о законе жизни. Бесспорно, по святоотеческим определениям, в образе змея действует сатана, падший ангел, который и предлагает Еве логику, на его взгляд, основательную, к которой и она склоняется, но убийственную для человеческого рода. Предложение с самого начала диалога с Евой сначала взять на себя учительские функции, ибо он говорит заведомую ложь, которую Ева опровергает, а потом уже сам наполняет слух ее лестью и ложью о Боге, с тем, чтобы подвигнуться к нарушению его заповеди. Это свойство духов тьмы. Им попущено, поскольку они существуют в едином умном пространстве, как и человеческая душа влагать некоторые враждебные Богу помыслы, предложения, оставляя уже за человеком право принять их или не принимать. Таким образом, змеем-искусителем именуется способность духов тьмы прилагаться к нашему уму, предлагая душевредное, пагубное, противное Богу. Змеем-искусителем приуготавливаются для себя и послушные сосуды его демонической воли. Это люди, потерявшие духовную бдительность, лишенные стража на пороге умной силы своей, стража, вопрошающего всякий помысел нашлиси или от супостат наших. Оставшийся без рассуждений человек воспринимает как свои или как полезные прилоги вражей, влагаемые в его ум и допускает их в собственное сердце, сочувствуя им, увлекаясь ими и в результате исполняя злую волю вражию, прилагая к ней свою собственную. Преподобный Исаак Сирин говорит, если высота добродетели в том, чтобы, имея перед собою гневного, озлобленного врага, в ответ не гневаться, то худшее из падений, не имея перед собой предмета соблазна, увлекаться помыслами о нем и возбуждаться страстью, обезображивая свою душу, тогда как перед тобой толком-то и соблазна нет, а только прилоги вражей, которые, принимая в сердце свое, ты допускаешь разгореться этому страстному пожару внутри тебя самого. Таким образом, завоевывая себе послушные сосуды своей воли, дьявол этих змеев-искусителей созидает из людей, подобных нам, ибо всяк человек уязвим, всяк человек ложь, сказано в Псалтире, потому что до всякого человека имеет доступ по попущению Божьему дух тьмы со своими лукавыми прилогами, и только рассудительный способен, обнаружив его, обличить. Это, Господи, не от тебя и не от меня. Не принимаю вражи предложения твоя на главу твою. Пресвятая Богородица, помогай нам. И с этими внутренними глаголами самоопределения, с кем мы, за кого мы, человек легко посрамляет козни вражия и продолжает свое жизненное шествие к источнику всех благ Господу. Человек, не умеющий отслеживать приходящие в себя помыслы, удобно становится жертвой змея-искусителя и попадает под такое лютое прещение Господне. Горе тому, через кого соблазн приходит. Надлежит прийти соблазну. Ибо это установление Божье для падшего во грех мира попущение змею уязвлять человека в питу. то есть пробираться к его мысленной способности вкладывая туда недоброе. Но горе тому, говорит Господь, через кого соблазн приходит. Таким образом, нерассудительность, неумение вести невидимую брань с прилогами вражьями ведет человека к большой беде. Он не только сам оказывается игралищем страстей, но служит и другим к соблазну. И это особенно опасно. И за это Господь угрожает худшими скорбями и муками, какие постигнут нераскаянного человека, послужившего к соблазну других в своей земной жизни. Иоанн Златоуст учит нас так исповедоваться, так следить за своей душой, не только каясья в том плохом, что ты допустил, но помня о змеи-искусителе и о том, что и мы можем быть отчасти ему подвержены и исповедоваться и в том, к чему дурному ты мог привести или расположить ближних своих. Каясья не только в том благе, которое не исполнил, но и в том, какое, от какого блага и добродетели удержал по неразумию своему ближних своих. И тогда исповедь твоя будет полной. Да поможет нам Господь, пребывающим всегда в призывании его святого имени, ставить преграду на пути змея-искусителя, этих внутренних прилогов вражьих, которые от мира, плоти и дьявола перед человеком являются и уберечься как от козни змея-искусителя, так и от того, чтобы и самим нам становиться для кого-то соблазном и преткновением. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok